Молдовы Молдовы Я с 12 лет начал практиковаться на играх, делал такие игруки. До конца никогда не мог довести одну игру, потому что это довольно сложно. Игра, она делается годами, можно так сказать. Еще если один человек, там команда, ну, не знаю, там, возьмем вот такие большие игры, там, GTA, она 5 лет, каждый час делается 5 лет, это большой срок, и делают ее сотни, чуть ли не тысячи человек. А я как бы один, я включаю в себя роль всего, и художника, и программиста, и дизайнера, и режиссера, можно так сказать, и писателя, потому что тоже, ну, часто в играх должен быть сюжет, должна быть такая сквозная сюжетная линия хотя бы. А сколько ты времени в день посвящал игре? Часто два, три. Как игру ты создавал? Как процесс происходил? Почему ты захотел? Тебе 14 лет. Я так начал вообще в 12 практиковаться на компьютерных играх, потому что, ну, папа мой программист, он пишет программный код, то есть программы, да, а мне это не очень было интересно, он мне научил, да, в программной части. Мне это не очень интересно, потому что, ну, программа, там, буду со мной писать программы. А игры у меня что-то ближе, потому что, ну, я тоже люблю игры, и вот тут я, то есть, начал делать свою игру, как бы, такую игру, я считаю, как любят говорить, как любят говорить. Твоя игра о чем? Чтоб зритель знал, понимал. Ну, вот это моя тестовая такая игра, которая самолетик, это просто 8-видная игра, как раньше были на 80-90 на Денде, такие старые-старые игры, просто самолетик, ну, стрелялка такая, можно так сказать. Процесс создания, вот как происходит от идеи до конечного результата? Ну, идея, она формируется, она сначала, есть изначальная идея, потом она формируется по ходу разработки, идея дорабатывается, вносит все детали, некоторые моменты зачеркиваются из этой идеи, потому что они сложно реализуемые. Есть такое техническое задание, там блокнотик пишешь, о чем, о чем, о чем, сколько того, 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 а потом прототип, то есть прототип, он собирается очень долго, чтобы, чтобы было просто прототип, да, там, уродливый такой кривой, но основная идея уже была, ну, много времени нужно, там. Некоторые думают, что разработать игру очень легко, тем более, читая заголовки 14-летний парень. Ну, тут, я же говорю, менталитет разного, у кого там, некоторые более инфантильные, некоторые более взрослые, это зависит от человека, от того, как он настроен, что он хочет добиться в этой жизни, ну, и, как бы, игру создать это тоже сложно, но еще сложнее так продвинуть ее, потому что сейчас в последнее время выходит довольно много качественных игр, но мало из них попадает так в массу, узнает, становится популярными, известными. Ты создал игру. Как ее дальше раскрутить, чтобы другие могли купить, поиграть? Есть несколько крупных платформ для размещения своих игр. Интернет-магазин, можно так сказать. Там, где ты официально, в электронном виде покупаешь игру. Ну, получается, ты создал игру, и папа тебе помог ее как-то продвинуть дальше? Папа, он помогал, но не с продвижением игры. То есть, там, продвижение о том, как ее раскрутить, заботился где, что, как, заботился я, он там, да, помогал с некоторыми... Как твоя жизнь изменилась после того, как ты создал игру, тебе написали, сняли разные сюжеты? Ну, кардинальных таких различий между прошлой жизнью и нынешней жизни нет. Как бы, как жил, так и жил, да. То есть, уже мотивация стала больше, люди больше верят в меня, в то, что я не просто сижу и просиживаю жизнь за компьютером, да. Ну, кардинальных различий нету, да. Я не стал другим человеком, а это на них тоже не повлияло никак. Как в школе, как одноклассники, учителя, все-таки внушительная сумма? 4,5 тысячи долларов. В целом, нет. То есть, люди там, вначале, типа, да, ну, молодец, там, похвалили. Типа, похвалюшка, да, вот. А потом, ну, что дальше? Я, как, был школьником, в ту же школу хожу, каждый день посещаю занятия, общаюсь с друзьями. Хожу теми улицами. Ну, да, 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 не катаюсь, на вертолете не полетаю в школу, как бы, и вот, поэтому... Какое было, такое осталось. Куда пошла сумма 4,5 тысячи долларов? В плане того, у тебя осталось, родители как-то под проценты, тебе же на будущее? Часть из них, она пошла на развитие дальше, на меня, на технологии, на программы различные, на технику тоже, чтобы я дальше мог не на том же уровне, а чуть выше подняться и уже лучше делать игры. Некоторые думают, что ты получаешь ежемесячно 4,5 тысячи долларов. Правда ли это? Если нет, то как приходят деньги? Нет, заголовки, ну, не на всех сайтах некоторых я видел, что заголовки, они так врут немножко, чтобы была сенсация. Ну, люди же любят такие заголовки громкие. Как бы не каждый. Вначале была такая сумма, потом меньше, 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 и через некоторое время, там, месяц, два, три, вообще будет ноль. Читаешь ли ты комментарии, которые люди оставляют на различных публикациях, и обычно о чем пишут люди и твое отношение к этому? Обижает оно, расстраивает тебя? Ну, да, я читаю, смотрю статьи, ролики, тоже вижу их. Большинство комментариев, они так тоже говорят, мол, ну, это все папа сделал, он же программист, а то и так очевидно, да. Я такой человек не обидчивый, да, я же понимаю, что слово, оно мне никак не заденет, ни физически мне этот... Иногда говорят слово воробей, может вылететь и обидеть. Ну, я такой невосприимчивый человек к оскорблению. Даже в начале этого не было. Ну, нет, я, как бы, я такой человек до этого был, общительный человек, который, как бы, понимает, что иногда слово, оно, говорится просто из зависти, да. А каких комментариев больше, позитивных или негативных? Больше негативных, я бы так сказал. Один ли ты в семье? У нас четверо детей в семье, это такая довольно большая, считай, сейчас семья. Ну, я самый старший, потом у меня есть брат и две сестры. Мама чем занимается? Вот мы часто слышим, папа программист, папа программист. Мама, ну, она по хозяйству, так сказать. Она домохозяйка, да, потому что у нее, ну, четверо детей, это большая такая, большой труд нужно приложить, чтобы их воспитать. И как бы она занимается... Ловил ли ты звезду? Или ударял она ли тебя? Все-таки человек, когда узнает, что он в таком возрасте создает игру, о нем пишут, им интересуются, его комментируют. Я же понимаю, что слава – это такое временное явление. То есть сегодня не возняли, завтра меня, как бы, все уже забудут. И поэтому я, я это понимаю, осознаваю, я как раньше был таким человеком, не супер скромным, так и сейчас, как бы, ну, тоже не супер зазнался, как бы, такой, словил звезду, как некоторые, и он зазнался, говорят мне. Кем ты себя видишь в будущем? Понятно, сейчас нельзя ничего предсказать, но планы и видение твое есть, наверное. Я хочу остаться разработчиком видеоигр, но немножко более масштабным разработчиком. Вот, это пока мои планы, я не знаю, что будет в будущем. Это то, что я, как бы, хочу, там уже посмотрим, что будет. Никита Пашинский не только создает игры, но и еще отлично учится. В этом году он закончил восьмой класс со средним баллом 9-0. В ближайшее время он планирует поехать в Санкт-Петербург, чтобы заявить о себе не только в Молдове, но и за ее рубежами. Если вы уникальный, талантливый и необычный, и о вас еще никто не знает, пришло время исправить это. Напишите нам на электронный адрес, мы к вам приедем, чтобы о вас узнала как минимум вся Молдова.